Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня мы с вами начнем разговор об одной из самых интересных эпох в истории российского средневековья, об эпохе первого русского царя Ивана Васильевича 2004, который в нашу историю вошел с прозванием Грозный. Человек этот очень неоднозначный, человек, который вызывает самые разные отклики, самые разные оценки. Одни его считают кровавым тираном, загубившим огромное количество жизней и вообще его символ становится, его имя становится таким своеобразным символом для тех, кто обвиняет русскую монархию в тирании. С другой считают, что Иван Грозный это великий государственный деятель, человек, который не только очень серьезно расширил границы московского государства в 16 веке, но и заложил основы самодержавной царской власти, которая потом превратится в Российскую империю, потом в Советский Союз, ну и теперь вот это та страна, в которой мы с вами живем. Иван Васильевич Грозный родился в семье великого московского князя Василия Третьего и его второй жены, литовской боярышни Елены Глинской. Отец Ивана Грозного Василий Третий, великий московский князь, в первом браке был несчастлив, у него не было наследника и Василий Третий был даже вынужден со своей первой женой развестись. Его первая жена Соломония Собурова была бездетной, ее постригли в монастырь и Василий Третий женится второй раз, на этот раз на молодой боярышни родом из Литвы Елене Глинской. Боярский род Глинских когда-то был литовскими князьями, позже выехал на службу в Москву, но до сих пор сама Елена Глинская и ее родственники в Москве воспринимались как чужестранцы, как чужаки. Церковь их подозревала в тайном католичестве, что естественно с канонами русской православной церкви никак не соотносится. В общем, прямо скажем, что теплого приема в Москве Елена Глинская не получила. Наши московские бояре и князья на Елену Глинскую смотрели подозрительно еще и потому, что по традиции того времени царская жена за собой вела немаленькую толпу родственников, которые естественно стали получать высокие чины и звания при дворе великого московского князя и тем самым оттеснять на задний план традиционное московское боярство русских московских князей, служил их и это вызывало естественное недовольство. В общем, Елена Глинская, когда ее муж Василий Третий умирает, оказывается в такой некой изоляции. Но до того момента, когда Василий Третий умер в 1533 году, в его жизни произошло очень важное событие. В 1530 году все-таки Елена родила сына, наследника. Его назвали Иваном и в честь этого события Василий Третий повелел в своей подмосковной резиденции в селе Голоменском построить невиданную доселе на Руси церковь. Строил эту церковь итальянский архитектор Петрок Малый и замечательно эта церковь Вознесения в селе Коломенском тем, что это первое сооружение в России, построенное в шатровом стиле. До этого у нас все церкви украшались куполами, теперь же вершину этой церкви венчал высокий на европейский лад сделанный шатер. Впоследствии шатровый стиль будет очень популярным на Руси, а вот первая церковь появляется как раз в честь рождения Ивана Четвертого. Когда Иван Четвертый в три года потерял отца, естественно самостоятельно править он не мог. Умирая, Василий Третий оставляет опекунский совет, в который вошли семь наиболее знатных князей и бояр, которые должны были заботиться о его сыне и наследнике до наступления его совершеннолетия. Вот эта вот традиция в случае, если великий князь или царь малолетен или его вообще нет, передавать власть совету из семи бояр, она на Руси продолжится. Наиболее известный такой совет из семи бояр будет в эпоху смуты знаменитая семи боярщина. В том совете, который оставил Василий Третий, главную роль играли два его брата. Дядья Ивана Васильевича Грозного, князья Юрий Иванович Дмитровский и Андрей Иванович Старицкий. Эти князья имели собственные уделы и естественно воспринимали, многими воспринимались как возможные претенденты на престол. Что категорически не устраивало мать юного великого князя Елену Глинскую. Надо сказать, что Елена Глинская, если посмотреть на ее портрет, который создан по останкам ее черепа нашими скульпторами-реконструкторами из школы известного советского ученого Герасимова. Вот Елена Глинская была женщиной очень красивой, была женщиной, видимо, очень честолюбивой, потому что уступать власть каким-то там семи боярам, пусть даже и облеченных княжеским достоинством, она, в общем-то, не очень желала. Опираясь на своих ближних людей, в первую очередь на своего фаворита, боярина Ивана Телепнева-Оболенского по прозванию Овчина, Елена Глинская начинает постепенно отодвигать вот этих вот бояр из опекунского совета от власти. Сначала в немилость попадает князь Юрий Иванович, его в 1533 году отправляют в ссылку, затем Андрей Иванович в 1537. В общем, можно сказать, что с 1533 года Елена Глинская фактически правит самостоятельно, отодвинув бояр от власти. Энергии, честолюбия и государственной смекалки этой женщине было не занимать. Ее соратник Иван Овчина-Оболенский был, видимо, хорошим помощником. И в результате пятилетнее правление Елены Глинской было достаточно удачным для Руси. Мы заканчиваем войну с Великим Княжеством Литовским. И самое главное, что делает Елена Глинская, это проводит денежную реформу. Дед Ивана Грозного, Иван Третий Великий и его отец Василий Третий создали единое централизованное русское государство, объединив русские земли вокруг Москвы. Как результат, новому государству нужна была своя денежная система. В эпоху феодальной раздробленности до этого деньги печатал, в общем-то, кто хотел. На Руси ходило огромное количество иностранных монет, которые были разной формы, разного размера, соответственно, разной ценности. А поскольку деньги тогда ценились не по тому номиналу, который на них был выбит, а по весовому содержанию драгоценного металла серебра, то очень распространенной практикой была так называемая обрезь монеты. Когда ушлые товарищи просто обрезали монету, и в результате, обрезав по чуть-чуть, понемножечку, 10 монеток получали 11-ю серебряную монетку, конечно, уменьшенной ценности, но, тем не менее, кто на это обратит внимание при расчетах? В едином государстве такого бардака быть не может, поэтому Елена Глинская проводит свою денежную реформу в 1535 году. Она вводит единую денежную систему. Теперь право чеканки монеты отдается только государевым монетным дворам, главный из которых располагается в Новгороде. Вводится единообразие, единая монетная система, рубль, копейка, полкопейки или полушка. Рубль представлял собой брусок серебра весом приблизительно 100 грамм, который делился на 100 частей. Каждая из этих частей получила название копейка. Почему? Дело в том, что на ее сторонах был выбит московский герб. Георгий Победоносец, поражающий змия копьем. До этого в основном использовался другой образец московского герба, где Георгий Победоносец был вооружен саблей. Теперь вот эти старые московские сабельные деньги заменили на новые деньги, которые печатались в Новгороде. Новгородские копейные деньги или в просторечии просто копейки. Но поскольку копейка это где-то приблизительно 1 грамм серебра, достаточно большая ценность по тем временам, то потребовался более мелкий номинал. Таким номиналом стали серебряные же опять полушки. Денежка размером в полкопейки. После этого началась достаточно серьезная борьба с фальшивым монетничеством. И в конце концов Елене Глинской удалось стабилизировать денежную систему государства. Как бы развивалась история России, если бы Елена Глинская дожила до совершеннолетия своего сына, сказать сложно. Она умирает, когда Ивану Грозному всего лишь 8 лет. Умирает молодой, умирает с явными признаками отравления. Когда советские археологи и ученые вскрыли могилу Елены Глинской, исследовали ее останки, в ее костях нашли очень высокое содержание солей тяжелых металлов, в первую очередь мышьяка, ртути и свинца. Что может быть признаком того, что женщина действительно была отравлена. Тем более, что подобная же ситуация потом впоследствии проявится и на самом Иване Грозном, и на его сыне-наследнике Иване Ивановиче, которого, согласно легенде, Иван Грозный убил собственноручно. И на первой жене Иване Грозного, Анастасии Романовой-Юрьевой. Все это очень серьезно наводит на мысль, что яд был вполне таким привычным оружием в то время для того, чтобы убирать неугодных высокопоставленных лиц. И вот жертвой такого отравления, скорее всего, стала Елена Глинская. Правда, есть и другая версия, что это отравление было вызвано, так сказать, естественными причинами, поскольку, как любая женщина, она пользовалась косметикой, а косметические средства того времени делались как раз на основе свинца. Однако, они делались на основе свинца, а не на основе ртути и мышьяка. Так или иначе, Елена Глинская умирает, и вот здесь к власти снова возвращаются московские бояре. Надо сказать, что в ту эпоху бояре были людьми достаточно самостоятельными и владели собственными землями на правах водчин, то есть земель, которые можно передавать по наследству. И, в общем-то, не сильно зависели от московского князя в экономическом отношении. В политическом, конечно, зависели серьезно, а вот в экономическом каждая боярская водчина была, по сути дела, таким самостоятельным экономическим предприятием, не очень нуждающимся во всех остальных. В этом смысле, конечно, московские бояре не были большими сторонниками единой сильной центральной власти, великокняжеской или тем более царской. Их это не устраивало. Ситуация феодальной раздробленности, когда центральный правитель, великий князь, слаб и политического влияния не имеет, их, конечно, интересовало гораздо больше. По сути дела, в начале правления Ивана Грозного мы видим борьбу двух идей. Мы видим борьбу идеи сильной центральной власти, объединяющей все государство, и идеи боярских вольностей, древних привилегий, идею феодальной раздробленности. Потом, в течение всего своего правления, Иван Грозный с боярским самовластьем будет активно бороться. Это будет одной из причин, по которой он учредит опричнину, и будет одна из главных претензий, которые ему будут предъявлять. С боярами своими поступал жестоко. Нелюбовь к боярам у Грозного как раз с детства, с того самого боярского правления, которое отбилось с 1538 по 1547 год. В это время, пользуясь тем, что великий князь малолетний, различные боярские рода, боярские семьи активно борются за влияние, за государственные посты, а значит и за возможность запустить руку в государственную казну. Глинские родственники Елены, шуйские потомки Рюриковичей из ветви Суздальских нижегородских князей, Бельские, все эти боярские группировки активно пытаются друг друга отодвинуть от власти. Вверх берет то одна, то другая. И любая из тех, кто приходит к власти боярских группировок, тут же начинает своим родственникам раздавать чины, посты, денежные и земельные пожалования. Для того, чтобы вести такую политику в казне, нужно, чтобы было много денег. Это приводит к увеличению поборов с населения, увеличивается налоговый гнет, население, естественно, недовольно. Все это сопровождается не просто подковерными интригами, а зачастую прямыми, открытыми столкновениями с убийствами и мордобоем. И вот на все это смотрит из своего угла маленький мальчик, будущий царь всея Руси, который смотрит, как бояре себя ведут. И медленно-медленно звереет, проникаясь к этим боярам яростной ненавистью. Потом он боярам это припомнит. Надо сказать, что на него большого внимания не обращали. Не факт вообще, что Иван Грозный мог дожить до совершеннолетия. Детская смертность тогда была очень большая, поэтому, в общем-то, бояре действовали так, как действовали, совершенно не стесняясь и совершенно не опасаясь каких-либо последствий. В конце концов, Иван Грозный потом уже, впоследствии, напишет о своем детстве такие слова. Нас же с покойным братом Георгием начали воспитывать как иностранцев или нищих. Какой только нужды не натерпелись мы и в одежде, и в пище. Ни в чем нам воли не было. Ни в чем не поступали с нами, как следует поступать с детьми. Как исчислить подобные тяжелые страдания, перенесенные мною в юности? Сколько раз мне и поесть-то не давали вовремя. Что же сказать о доставшейся мне родительской казне? Все расхитили коварным образом. Потом боярам Иван Грозный это, конечно, припомнит. Но, естественно, что мальчик, тем более мальчик с таким титулом, великий князь всея Руси, не мог не иметь вокруг себя какой-то ближний круг, ближних друзей. И одну из главных ролей в этом ближнем круге играл глава русской православной церкви митрополит Макарий, который оказался такой духовной поддержкой для взрослеющего Ивана IV и, по сути дела, духовным учителем. Именно вот этот человек вложил в голову Ивана IV мысль о том, что он, московский великий князь, должен быть не просто великим князем и государем всея Руси, но царем. Именно митрополит Макарий подтолкнул Ивана Грозного, первого из русских правителей, к принятию титула царя. Вообще вот эта вот идея венчания на царство в 16-летнем возрасте, когда мужчина на Руси, юноша на Руси считался уже совершеннолетним, это был ход, имевший очень дальние политические последствия. Надо сказать, что в средневековье к вопросам титулования относились очень-очень трепетно. Существовала своя иерархия титулов и званий и в этой иерархии великий князь все-таки был невысшим титулом с точки зрения, например, европейских монархов. Европейские короли были выше, чем князь и поэтому московское княжество воспринималось гораздо менее серьезно, как государство более низкого уровня, чем предположим французское королевство или тем более священная Римская империя. Русское слово царь это сокращенное от латинского цезарь, то есть император. А раз так, объявляя себя царем, русский правитель ставил себя не только выше всех королей Европы, но и на одну доску с самой высшей европейской знатью, с императорами Священной Римской империи и Германской нации. В русской традиции именовать кого-либо царем было принято по отношению к византийским императорам и к ханам Золотой Орды. Это можно проследить по русским летописям. Таким образом, если себя провозгласить царем, это означает, что Москва берет на себя обязательство взять под контроль, получить в качестве наследства и византийские земли с Константинополем и земли бывшей Золотой Орды. Неудивительно, что Иван Грозный будет расширять свое государство именно за счет Золотоордынских территорий. Мы все с вами помним знаменитую фразу, сказанную в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» «Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал». Действительно, Иван Грозный брал Казань, брал Астрахань. Это как раз и были те самые осколки Золотой Орды, которые он, как первый русский царь и наследник Золотой Орды по титулу, считал законными своими владениями. Принятие царского титула означало еще и очень важный момент в религиозном отношении. Не секрет, что в это время в Московской Русской Православной Церкви среди ее иерархов господствует идея «Москва, Третий Рим». Идея, которая была сформулирована монахом-старцем Филофеем в послании к отцу Ивана Грозного, великому князю Василию Третьему, который говорил, что есть первый Рим, собственно Рим, где изначально было правильное христианство, но которое потом было искажено римскими папами, впавшими в ересь католичества. Центр православия истинной христианской религии передвинулся в Константинополь, но Константинополь в 15 веке тоже впал в ересь и потерял право называться христианской столицей, когда пошел на унию с католической церковью в середине 15 века, за что, кстати, и был почти мгновенно наказан Господом. Константинополь взяли нехриститурки и константинопольские патриархи, предавшие православие с точки зрения русских священников, оказались под игом мусульман. Москва же третий центр православия, третий истинный Рим, задача которого нести истинно православную веру по всем христианским землям. Таким образом, идея того, что Москва должна восстановить истинную веру на территориях христианских земель, эта идея тоже была в головах русских священников, и ее митрополит Макарий вложил в голову юного Ивана IV. Митрополит Макарий сам разработал процедуру венчания на царство, и 16 января 1547 года в московском Кремле на ступенях построенного известным итальянским архитектором Аристотелем Фиараванти Успенского собора прошла церемония венчания на царство первого русского царя. Теперь официальный титул Ивана IV – царь и великий князь всея Руси. Вслед за этим Иван IV женится. Царю не полагается быть без царицы. Иван IV женится, и вот здесь ему категорически повезло. Вообще, нечастые случаи в мировой истории, когда правитель может жениться по душевной склонности, по любви. Ивану Грозному с первой женой повезло. Его первая жена Анастасия Захарьина Юрьева-Кошкина действительно пользовалась любовью и сама любила первого русского царя Ивана IV. Это была счастливая молодая пара. Происходила Анастасия из не самого знатного боярского рода, Московского, вот этот род Захарьиных-Юрьевых, впоследствии получит постоянную фамилию Романовы. И из него произойдет последняя династия русских царей. А пока что вместе с женитьбой на Анастасии Романовой-Юрьевой, Захарьиной-Кошкиной, вот вся эта семейка получает доступ к государственным должностям. Традиция соблюдалась неизменно. Родственники царицы занимают высокие должности. И это, естественно, не устраивает тех бояр, которые занимали эти должности раньше. Поэтому начинается новый виток боярской борьбы, в которой столкнулись два клана. Боярский клан Глинских, родственники матери царя и родственники жены царя, бояре Захарьины Юрьевы-Романовы. В рамках этой борьбы, по-видимому, и произошло еще одно событие 1547 года. Это знаменитый московский пожар и восстание, которые произошли летом. Летом Москва, деревянная по большей части, вспыхнула. И среди московских обывателей, посадских людей московских, распространялись слухи о том, что пожар этот вызван Глинскими. Проклятые литовцы, проникшие в Москву, тайные католики и колдуны Глинские, своим колдовством вызвали этот пожар с целью извести истинно православное московское население. Вот такие слухи ширились среди московского люда. Конкретно указывали пальцем на бабку царя, Анну Глинскую. Говорили даже про то, что она оборачивалась черной птицей, летала по ночам над Москвой, крапила ее каким-то адским колдовским зельем, от чего Москва вспыхивала. Что там было на самом деле? Был ли пожар вызван естественными причинами? Или это действительно был результат какого-то заговора? Сказать сегодня сложно, но можно предположить, что конкуренты Глинских, в первую очередь Романовы, с большим удовольствием воспользовались этой ситуацией, чтобы очернить своих противников. Как результат, Иван Грозный был вынужден отодвинуть от престола родственников своей матери. Боярский род Глинских лишается многих постов, отправляются в ссылку, и теперь ближние люди Ивана Грозного это его родственники, жены, бояре Романовы и та группка молодых людей, которые впоследствии получат у историков название «Избранная рада». Вот об этой избранной раде и о тех реформах, которые Иван IV, первый московский царь, будет вместе с этой избранной радой проводить, мы с вами поговорим в следующий раз. Большое спасибо за внимание. Продолжение следует...